Спасибо за возможность предоставить вам доклад на тему драматоскопия в диагностике меланома кожи. Как сказала Анна Андреевна, это самый широко распространённый метод диагностики и самый, наверное, старший из всех методов диагностики. Как ещё говорил наш коллега в далёком 1978 году, меланома пишет своими чернилами для всех, но, к сожалению, не все видят, но не все могут понять это послание, что это меланома кожи. Вернёмся к истории вообще развития диагностики меланомы кожи. До 1985 года, по сути, даже до конца 80-х годов, мы пользовались, по сути, только клиническим осмотром, а до 1980 года даже ещё не диагностировалась такая стадия меланомы, как ин-ситу, то есть думали, что вообще такового нет. Далее, в 90-х годах у нас появляются различные методы дополнительные, появляется драматоскопия, эра существенно меняется, размеры образования выявляемых, диаметры образования выявляемых в соответственной стадии становятся более маленькими, что улучшает прогноз. Дальше наступает у нас эра цифровой драматоскопии, когда мы уже можем избежать, опять-таки, о чём говорила Анна Андреевна, лишних рубцов на коже человека, лишних иссечений, небольших операций, но существенно влияющих к дальнейшему качеству жизни. И сейчас вообще у нас уже наступает эра искусственного интеллекта, опять-таки, что может убрать вот этот субъективный компонент, что у всех, в принципе, в руках есть аппараты одинаковые, но каждый субъективно воспринимает то, что он видит там. И вот искусственный интеллект нам может в этом помочь и уже показывает очень хорошие результаты в сравнении с опытными специалистами в области дерматоскопии. И вернёмся к тому, что раньше, даже до 80-х годов, даже у нас стадия пятна не диагностировалась, о чём говорит достаточно медийная личность. Те фотография Франклина Рузвельта, там, где он 18 лет, ещё не имеет никаких дефектов пигментных на лице, и в дальнейшем развитие злокачественной лентигомеланомы на коже надбровной дуги слева. Метод дерматоскопии, возможности дерматоскопии уже известны давно и доказаны. Имеется как минимум три метаанализа, обубликованных, об эффективности данного метода. Также Кахрейновский систематический обзор 2018 года показывает, что чувствительность и специфичность метода составляет около 90%. Причём существенно стоит отметить, что чувствительность этого метода по сравнению с простым клиническим осмотром повышается без снижения специфичности, то есть без выполнения дополнительных или большого количества экстезионных биопсий, опять-таки ненужных рубцов на коже человека. Также, о чём мы тоже опять-таки говорили, Илана Андреевна, у нас имеются данные о том, что в принципе специалист общей практики, который не узкий специалист в проблеме кожи, допускает где-то от 20 до 40 экстезионных биопсий доброкачественных образований на одну выявленную меланому, когда узкие специалисты, у узких специалистов это соотношение составляет где-то от 5 до 15 доброкачественных образований сечённых к одной выявленной меланоме. И стоит отметить, что мастерство врача в этой области определяет количество диагностированных без операций, без экстезионной биопсии доброкачественных образований, нежели даже количестве удаленных меланом. И опять-таки, исходя из этого, уже такое понятие, как профилактические сечения, должно уйти далеко уже в прошлое и не вспоминаться уже в 21 веке, потому что шрамировать человека и портить его качество жизни какими-то просто профилактическими сечениями – это нелогично, и в конце мы можем, если мы видим такую картину, как слева, можем получить в конце уже такую картинку, как справа, что абсолютно неразумно в этом веке. Наверное, скорее всего, такая картина слева у пациента на спине – это всё-таки больше для наблюдений и предмет как раз для цифровой дерматоскопии, такой, например, как PhotoFinder, наблюдать такого человека нужно. Дерматоскопия прежде всего в нашем веке уже предназначена для диагностики меланом на ранних стадиях. Мы не говорим там уже о этих правилах, когда меланома. Подозрительные образования были только до 6 мм. Мы здесь видим на картинке образование до 5 мм, но оно уже укладывается во все подозрительные критерии. Без дерматоскопа мы могли бы его не заметить. То есть раньше была эпоха клинического осмотра, когда это уже вертикальные фазы роста, существенно худший прогноз. Вот слева два образования – как раз-таки это то, на что направлена дерматоскопия на данный момент и то, что мы должны осматривать. Есть большое количество публикаций, известно большое количество данных о выявлении меланом до 3 мм. Прошу заметить. То есть здесь опубликованы данные о меланомах и даже уже узловых стадиях. То есть, по сути, во всех этих публикациях меланома ин-ситу, притом до 3 мм, практически не было. Это уже диаметр до 6 мм, а глубина уже достаточно большая, и это уже не меланома ин-ситу, который мы можем без метода дерматоскопии просто проглядеть. То есть, и опять-таки пример пациента, когда, несмотря на большое количество родинок, мы должны осматривать их все при помощи метода дерматоскопии. Иначе это не имеет особого смысла. То есть, если мы осматриваем только то, что нас клинически насторожил, мы можем пропустить гораздо меньшее образование и пропустить уже меланома, которая развивается, и ухудшить в таком случае прогноз пациента на дальнейшем на излечение. Как и, например, на спине у этого человека вот такое было образование. Поговорим немного о том же, что же мы там видим в дерматоскопии. Какие цвета у нас соответствуют чему? Чёрный цвет – это, по сути, это меланин, который находится в роговом слое, мы видим при дерматоскопии, либо это свернувшаяся кровь, может быть. Это очень поверхностный цвет, поверхностное расположение пигмента. Далее коричневый цвет – это у нас меланин, который находится у нас на эпидермально-дермальном соединении, чуть глубже, даёт вот такой у нас оттенок при осмотре. Далее более тёмно-коричневый, скорее даже серый цвет тут не совсем правильно показан. Он говорит о том, что у нас уже меланин расположен в сосочковом слое дермы, и голубой цвет даёт нам такое окрашивание, показывает, что меланин у нас находится либо в ретикулярном слое дермы, либо это какая-то венозная, возможно, это венозная какая-то гемангиома, какой-то сосудистый рисунок. Для помощи клиницисту у нас существуют уже достаточно отработанные алгоритмы, когда мы можем и юридически себя защитить, почему мы выбрали именно такую тактику для этого пациента. То есть формально на бумаге мы можем отметить, чем мы руководствовались именно, выбирая какую-то определённую тактику для пациента. Наиболее распространённый, наверное, сейчас и пользуется спросом – это дерматископический индекс по Штольцу, когда у нас сумма баллов, когда мы оцениваем асимметрию, границы, цвет и дерматоскопические структуры и складываем, умножая на определённые коэффициенты. Если мы получаем в сумме баллов более 5,45, то мы можем уже задуматься о том, что это меланома и определённо насторожиться и отправить человека на биопсию. Далее тоже не менее распространённый это семибальный алгоритм Арджинциана. Там у нас представлено 7 дерматоскопических структур. По сути, каждая из них по мере опасности присвоено количество баллов. И по сумме баллов, если у нас сумма баллов до 3, то мы не настораживаемся и думаем, что это у нас доброкачественное образование, которое не требует каких-то дополнительных методов. Если больше, то уже есть… Мы можем предположить дерматоскопически, что это меланома. Самый простой алгоритм, состоящий из трёхбальной системы, до 1 балла, если мы набираем это доброкачественное образование, 2-3, стоит насторожиться, что это, возможно, злокачественное образование. Также у нас есть 11-бальный алгоритм оценки по Мензос. Если нет ни одного отрицательного признака, и хотя бы один есть из положительных, то мы уже с какой-то долей вероятности можем предположить, что это меланома и отправить человека на биопсию образования. Но, будем честными, не всегда мы считаем эти баллы, не всегда мы соединяем эти сотые баллов. Если мы видим такую картину, нам не нужно никаких алгоритмов, никаких высчитываний каких-то сложных коэффициентов. Мы определённо видим, что это меланома, отправляем её на иссечение. Но давайте вернёмся опять-таки к самому азам дерматоскопическим. Для того, чтобы не всё на коже, что коричневое, это меланцитарное образование. Вообще, в самом начале мы должны решить, насколько это образование меланцитарное. То есть, если нет вот этих характерных четырёх признаков, о которых сейчас скажу дальше, это может быть пигментированный кератоз, актинический, сибарейный, какие-то другие образования, которые имитируют нам меланцитарное образование. В самом начале мы решаем, насколько это образование меланцитарное, дальше решаем, добро или зло. Это типичный алгоритм решения работы с дерматоскопом. Самые распространенные виды. Глобулярный вид меланцитарных образований, он у нас характерен. Мы его можем видеть у молодых, чаще всего до 20-30. У детей это характерные растущие невусы, доброкачественные. Далее ретикулярные строения. Это характерно для взрослых людей доброкачественного образования. Дальше радиальная лучистость представляет собой линейные полоски, исходящие симметрично из центра. Более характерно для невуса шпица, либо рида. И гомогенно-голубая пигментация. Она у нас может иметь место при голубом невусе, при метастазах меланомы. Также это тоже один из признаков меланцитарного образования может быть, но не всегда. На этом рисунке у нас представлен слева голубой невус. Тут имеет место в диагностике, естественно, клиническая картина. Как давно существует какая-то динамика роста. Голубой невус, он не должен как-то меняться. И справа у нас характерная меланома, потому что у нас нет типичный цвет. Есть экскориации на поверхности, фон не очень хороший. Это у нас меланома кожи. Глубокая уже в вертикальной фазе роста. И опять-таки так-то мы все несимметричные люди достаточно. Все у нас нет идеально кругло-идеального какого-то. Это у нас есть строение меланцитарных невус. Доброкачественные образования все укладываются в эти структуры, в эти модели строения. Абсолютно рассмотрим, какие для кого характерны. Слева вверху у нас представлен невус. Скорее всего, можем предположить, что это более усмуглого человека. У нас бесструктурная гиперпигментация в центре. Это какой-то человек, взрослый человек, потому что ретикулярное строение невуса. У нас есть классическая пигментная сеть. Далее сверху у нас человек с более светлым фототипом. Бесструктурная центральная зона соответствует вот этому строению невусов. Абсолютно доброкачественные. Хотя, может быть, это и несимметрично кто-то может найти это. Далее сверху у нас также невус с характерной центральной гиперпигментацией, с ретикулярным настроением. Абсолютно доброкачественные. Снизу у нас невус доброкачественный, свойственный более для детей. Мы видим глобулы по периферии, что говорит о том, что он у нас находится в фазе роста. Абсолютно доброкачественное образование. Если мы такое увидим у пациента старше 40 лет, стоит насторожиться. До 40 лет имеет право, имеет место быть. И справа у нас комбинированный невус, представленный и пограничным невусом, и интродермальной частью. То есть сверху у нас узелок. Это абсолютно доброкачественное образование, которое не должно насторожить в норме ни пациента, ни врача тем более. Поговорим о глобулярном строении. Опять-таки глобулярные у взрослых людей до 40 лет они имеют места быть. Тут мы даже не видим, в принципе, периферического роста. Абсолютно симметричные, одного цвета глобулы. Это абсолютно доброкачественный признак дерматоскопический. А справа у нас очень характерный рисунок для невуса-шпица, потому что именно глобулы двух цветов, они характерны только для у нас невуса-шпица. Далее меланома. Это абсолютно хаотичный рисунок, хаотичное строение, асимметрия по структуре, по цвету. Меланома не будет укладываться ни в один из характерных, типичных строений невусов. Это мы сразу видим, что и видим здесь. То есть не симметрично, ни по структуре, ни по цвету. Мы видим хризолиды, мы видим атипичную пигментную сеть. Мы видим неровность границ. Абсолютно характерный рисунок для меланома. Далее надо не забывать, что все исследования для дерматоскопии проводились, по сути, не без отрыва от клинического обследования. То есть если мы приложили дерматоскоп только к тому образованию, которое не понравилось пациенту, мы можем ошибиться, что на примере этого. Если мы видим такое образование, в принципе, оно у нас несимметрично, укладывается во все нехорошие симптомы дерматоскопические по всем алгоритмам. Но если мы видим его окружение, видим вот такую спину у нас у человека, видим вот такое окружение, то да, скорее всего, это образование у нас будет злокачественным, оно выделяется, оно нетипично для этого пациента, оно требует биопсии и верификации диагноза. Но если в окружении он имеет именно вот такие образования, то дальше это больше пациент для фотофайнера, для цифровой дерматоскопии, для наблюдения, для динамики, чтобы не оставлять лишних рукцов на человеке, не доприсочинять ему какой-то дискомфорт. Далее поговорим про особую локализацию, про дерматоскопию акральных пигментных образований. Также у нас еще отдельно идет лицо, но сейчас мы остаиваемся именно на акральных пигментных образовании. Кожа, ладони и подошвы у нас отличаются структурой, отличаются большим наличием потовых желез, и отличаются именно структуры. Там у нас классическая дерматоскопия не найдет своего приложения. Вот мы видим структуры грибней и борозд. В бороздах у нас, если пигмент откладывается в бороздах, то это типичная картина для доброкачественного неоса. Если в хребтах, как мы видим, то это параллельно потовым железам, то есть мы можем определить именно хребты даже по наличию вот этих потовых желез, выходов потовых желез, то это у нас будет характерно для меланома, для злокачественного течения. Видим протоки потовых желез. Это значит, у нас, в принципе, тут у нас не должно окрашиваться меланином вот эти вот гребни. Там, где у нас нет выходов, там мы видим борозды. И дальнейшее вот так вот должно у нас выглядеть окрашивание доброкачественного неоса. Так у нас выглядит зачастую меланома кожа акральная. Это примеры клинические. Слева у нас доброкачественное оборудование. Окрашивание идет у нас по бороздам. Мы видим свободные протоки потовых желез. И справа у нас типичная картина меланомы и окрашивание параллельных гребней. Естественно, у нас тоже тут все не укладывается в один алгоритм. Все у нас не может быть так просто. И, естественно, есть и фибриллярные структуры, решетчатые структуры, когда нам сложно, мы видим. Но это доброкачественные абсолютно оборудования. Двойные линии и фибриллярные – это все классические проявления доброкачественных неосов. В помощь нам, если мы не можем определиться, где борозды, где гребни, мы можем применить чернильный тест, окрасить чернилами на пару секунд, потом стереть с гребней. И, по сути, у нас чернила всегда останутся в бороздах. Типичное строение доброкачественного неоса. Здесь у нас окрасились чернилами борозды, но с пигментацией у нас находится на гребнях, и это типичная злокачественная меланома. Ну и опять-таки у нас не может быть все так идеально. Бывает, когда мы вообще не можем понять, где это и в какую характерную структуру это укладывается. Для этого у нас есть алгоритмы, брав предложенные, опять-таки сумма баллов, опять-таки не у всех так все идеально. И мы пользуемся этим методом. В принципе, мы оцениваем неравномерность, структуру параллельных гребней, симметрию структуры, симметрию цвета, структуру параллельных бороз. Все это суммируем. Чувствительность данного метода находится где-то в порядке 93%, специфичность 86%. Ну и опять-таки типичная картина доброкачественного образования. Это у нас гематома классическая, как мы ее определили, потому что у нас четкие границы абсолютно. Есть отдельно капли эпитехии. И, естественно, окрашена ближе к такому бордовому. Характерно для часто встречающих. И тут мы можем предположить, опять-таки, что здесь у нас окрашены пигментированные гребни. Мы можем предположить, что это у нас меланома. Но, опять-таки, не надо забывать про лекарственную пигментацию. Такую у нас может давать фторурацил, доксорубицин, циклофосфамид именно на конечностях такую гиперпигментацию. Если это не на одном пальце, если это симметрично на нескольких конечстях, об этом стоит подумать и спросить пациенту. Все ресурсы, которые использовались в подготовке этого доклада, спасибо большое за внимание. Продолжение следует...